Сегодня для меня немножко необычный выпуск. Этот выпуск про посадку питонии. Но я хочу рассказать, как я ее сажала. И хочу сравнить, что лучше сажать питонию в торфяные таблетки, так разрекламированные, или же обычным методом, как сажала всегда питонию я. Но немножечко изменив в этом году, хочу попробовать и понять, что же такое кокосовый субстракт. Всем мое здравствуйте! Вы на канале Удачные Моменты Светланы Агафоновой. Вот они муки выбора. Нельзя покупать так много семян. Посажу все. Что-то взойдет, что-то не взойдет. У меня субстракт вот в таких кирпичиках. Он сухой. Его нужно залить водой. Сам по себе субстракт, ну как бы стерилен. То есть он не содержит никаких питательных элементов. И поэтому я в воду, которую буду разводить этот субстракт, добавлю удобрение, которое я купила в магазине. Это удобрение на основе гуматов. Содержит оно азот, калий, фосфор плюс микроэлементы. Я его растворю в воде и этой водой залью уже субстракт. И таким образом я получу достаточно питательный грунт. И уже смешаю его с землей. Напоминаю, что вот такие кирпичи, да? Обычные наши кирпичи. Вот, кстати, на упаковке даже было не написано, какую пропорцию надо замачивать. Но я так почитала и поняла, что где-то на 10... Вот это я должна где-то, наверное, 10 литров водой залить. Вот так вот. Сейчас я пропорции разведу, сколько нужно. Ну что, давайте зальем и посмотрим, что же у нас получится. Сразу всю воду я, наверное, выливать не буду, потому что я первый раз имею дело с кокосовым субстрактом. Посмотрим, как это все будет растворяться. И будем воде тогда добавлять уже постепенно. Ну что, вот этот кирпичик сразу уже такой становится рыхлый. Но так как он нейтрален, то он немножко раскислит почву, естественно. Сам он будет являться таким разрыхлителем почвы. Вот я хочу, очень хочу попробовать посадить на основе кокосового субстракта. Кстати, вот почва как бы написано. Вот, вот уже он все разваливается. Вот таким вот становится интересным. Вот я сейчас поднесу. Вот таким он становится. Ну, своеобразным таким вот. Действительно, это, наверное, как кокосовые такие вот волосы. Хочу попробовать посадить петунию. Надо посмотреть, насколько лучше расти будет петуния или нет. Вот этот кирпич более плотный, более спрессованный. Там, наверное, и по весу, может быть, он был более... Так, ну, воды еще надо добавлять, уже даже видно. Ну, и в связи с тем, что заливается водой уже вместе с микроэлементами и с азотом, фосфором и калием, и субстракт получается уже питательным и не пустым. Будем надеяться, что я правильно рассчитала. Вот, 10 литров на 1,2 кг. Ну, что ж, если окажется много, тогда мне придется, наверное, эту воду слить. Пусть будет вот так. И оставлю на... Вот, посмотрите, кирпич так и не расходится. Ну, что ж, пусть он будет-то и здесь в воде. Прошло где-то около двух часов, и вот что получилось. В результате все 10 литров воды... Ну, вот полностью ушло, я не ошиблась. И кокос полностью... Ну, он такой влажный, если вот так вот его нажать, то, в принципе, вода немножко выделяется. Чем-то он мне напоминает. Вот моя бабушка, когда сажала рассаду, она сажала рассаду огуречную в мох лесной, ну, вот сфагмум называется. И вот чем-то мне кокос напоминает и вот этот мох сфагмум. Эта рассада в этом мху очень хорошо росла. Я взяла земли, и теперь напополам, ровно на 50% добавлю земли 50% и 50% кокосового субстрата. Также я добавлю сюда вермикулита. Ну, вермикулита у меня немного. Я его купила всего один пакетик. И так как пишут, что 15% должно состоять вермикулита от количества почвы, которую мы используем. Ну, я вот так немножечко на глаз добавлю. И перлита. В связи с тем, что кокосовый субстрат немножко оттянет кислотность почвы от себя, но все-таки на всякий случай я пользуюсь доломитовой мукой и немножечко раскисляю почву. Но на этот раз совершенно немножечко, вернее, немножко добавлю доломитки. Ну и все, теперь это надо перемешать и заполнить наши кассеты. Сажать я буду прям непосредственно в кассеты свою питунью, чтобы уже пикировкой не заниматься. У меня вот такие вот кассеты по 6 ячеек. Они, конечно, предпочтительнее. Здесь больше объем земли. Еще есть у меня кассеты по 9 ячеек. Объем земли здесь меньше. Кассеты подготовлены, почвой заполнены. Вот этот момент я люблю. Посмотрите, как красиво. Развожу раствор марганцовки. Раствор делаю сильный. Воду беру горячую. И все это хорошо проливаю. Питунья у меня дрожжированная. Сажаю я одно драже в центр вот этой ячеечки. Делаю небольшое углубление зубочисткой. И туда также зубочисткой подцепляю это драже. И в центр небольшого этого углубления уже опускаю. После того, как питунья посажена, ее необходимо обязательно хорошо взбрызнуть. Чтобы вся оболочка вот этого драже распалась. Это обязательно. Чтобы питунья могла, росточек питуни смог проклюнуться. Иногда так бывает, что драже застывает. И питунья никак не может сбросить эту оболочку. Вот особо упорная попалась оболочка, которую очень долго не могла растворить. Но все-таки я ее растворила. Ну и попутно у меня здесь еще есть Гацания, Монарда и даже Глаксиния, который мне в подарок прислал интернет-магазин, где я покупаю семена. Я их тоже, конечно же, посадила. И красотка лобелия. Без нее, конечно же, никуда. Что меня последнее время поражает в лобелии, это продаваемая пыль. Извините меня за выражение. Вот не могу понять, что здесь можно продавать. Ну вот, придется вот эту пыль распределить по трем ячеечкам. Как-нибудь так размажу. Это вообще не похоже на семена. Кстати, лобелия бывает в драже. Лобелию тоже взбрызнули. И лобелию, питунью не присыпаем землей. Все остальные семена, это то, что я сажала, Глаксиния, Монарда и Гацания, можно присыпать землей. Берем пленку, накрываем, отрезаем, заделываем кончики. И ставим на теплый подоконник. Для прорастания нужна теплая температура. 23-25 градусов. Если есть коврик для подогрева, для рассады, можно поставить на коврик. После того, как всходы появятся, температуру нужно уменьшить. Сажайте, сажайте свои цветочки, говорит нам зима. А я сейчас попрошу свою метелицу. Она потрясет перину и засыпет всю землю снегом. И не будет у вас никакой весны. И не будет у вас красивых цветочков. Ха-ха-ха, сказала мне зима. Окошко. Вот так вот. Но не верьте. И я не верю. У нас будет весна. И у нас будут красивые цветы. В наших красивых сплетенных с вами кашпо. Вот так вот. И я продолжаю свою работу. Через несколько дней я снова вернулась к посеву семян петуни. Вы думаете, я мало посадила семян петуни? Да нет. Просто все это время меня мучил один и тот же вопрос. Неужели в торфяных таблетках семена петуни всходят быстрее, лучше, качественнее, чем в обычной земле, в обычных кассетах? И я решила это проверить. Я посадила семена петуни в торфяные таблетки и посадила семена петуни опять же в обычную кассету, но только, правда, не в обычную землю, которую, как я сажала раньше, а вот в ту землю, которая у меня была составлена на основе кокосового субстрата. И решила посмотреть, что же будет. Ну вот, подошло время посмотреть эксперимент, поставленный в этом сезоне с моими петуними. Вот торфяные таблетки. Единственное, что я сделала ошибку, вот здесь вот посажены в основном сильные петуни по своей иммунной системе, то есть это тайдалы, оперы. Вот сюда я посадила своим обычным методом. Единственное, что посажено здесь кокосовый субстракт напополам с землей. И крупноцветковая петуни, скажем так, не такая сильная по своей иммунной системе. Ну вот здесь, вот здесь раз, два, три не взошло. Вот петуни взошла, обычно посаженная, обычным методом. И петуни в торфяных таблетках, у которой второй, пятый номер тоже не взошел. Видите разницу? Я лично не вижу. Вот до этого посаженная петуни, вот здесь вот тайдалы, опера, зивы, шок вейвы, без торфяных таблеток. Так что разницы в торфяных таблетках или не в торфяных таблетках, в посадке петуни, лично по моему опыту я не вижу. Только вот нужно купить эти торфяные таблетки, заплатить за них. И еще теперь я должна вот эту петуни, которая в торфяных таблетках, их еще и распикировать. То есть сделать лишнюю работу. Если у меня эта петуни уже сидит и будет продолжать дальше расти, и я не буду ее увеличивать ей объем земли, то есть в этом объеме земли достаточно здесь много, она у меня дорастет спокойно, и я ее посажу уже в кашпо, в свой сад. То вот это сейчас я буду заниматься. Либо сейчас, наверное, я сейчас сделаю, чтобы уже не заморачиваться, не ждать. Я вот в те свободные пространства, где у меня не выросло, сейчас просто ложечкой сделаю поглубже в ямочке и перенесу вот эти вот таблетки. А здесь я уже не буду этого делать. Лишние работы я просто не произвожу. Сею семена петуни я за 2,5 месяца до высадки в сад. Я петуни не черенкую. Если, конечно, кто черенкует, петуни сеять надо рано. Что касается кокосового субстрата, то на данный момент он мне понравился. Он делает землю более рыхлой, более проницаемой. Но ведь раньше я выращивала петунию без какого-то субстрата, значит, можно и обойтись и без него. Вот такой у меня эксперимент в этом году. Всего вам хорошего, мира, добра и выращивайте свои растения с любовью.